Человек с большой буквы. В выставочном зале Дворца культуры Арктика открылась выставка, посвященная памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного педагога России Василия Петровича Самойлова. Он ушел от нас 2 января 2018 года на 93-м году жизни. Солдат, краевед, педагог, общественник, писатель Василий Петрович Самойлов был крайне разносторонним человеком. На выставке, посвященной его памяти, представлены редкие фото, документы, личные вещи, медали, а также картины, написанные ветераном войны. В выставке представлены его фотографии из архива, из семейного архива, из моего архива, из архива его близких, родных. Ну и вещи, те самые вещи, по которым мы помним Василия Петровича. Это его и фотографии родословные, это его одежда, в которой он любил ходить к детям на мероприятия и просто ходил. Это его вещи, которые были всегда у него на письменном столе. Это его коллекция оружия, которой он тоже увлекался последнее время. Это его как раз картины, которые он рисовал, тоже увлекался уже после 80 лет, он это увлечение себе нашел. Также на открытии выставки прозвучали стихи и песни ветерана. Все они наполнены воспоминаниями о тяжелых днях войны. В архиве нашего телеканала сохранилось последнее выступление Василия Самойлова на праздновании Дня Победы 9 мая 2017 года. Тот самый длинный год в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Она такой вдавила свет и столько назирных положила. Прошло уже более 70 лет, а живым не верится в стражины. Василия Самойлова считают человеком-легендой. Его жизнелюбие, оптимизм и активность поражали. Он жил полной и насыщенной жизнью. Занимался танцами, писал мемуары, много встречался с молодежью. Был постоянным участником мероприятий военно-патриотической направленности. Василий Петрович – это вообще великий человек. Он приходил к нам не один раз в школу. И это человек энергичный, который вечно пытался нам рассказать, поведать, что мы живем в мирном мире, что у нас чистое небо над головой и не летают вражеские самолеты, которые могут разбомбить нас. Василий Петрович – человек-легенда, человек с большой буквы, которого все стремятся подражать. Это человек, которому я пытаюсь подражать. Всю свою жизнь Василий Петрович посвятил родному Ненецкому округу. В армию его призвали со второго курса на Ринмарского педагогического училища. В августе 1945-го после демобилизации Василий Петрович вернулся на родину. Получил педагогическое образование и учительствовал в школах Ненецкого округа. Его педагогический стаж около 50 лет. Всю свою жизнь он посвятил как раз воспитанию молодежи, воспитанию нас. Василий Петрович – это первый почетный гражданин заповедного района. Зная его, наверное, больше 10 лет, всегда удивлялся его энергии. Не знаю, кто из ребят знаком с ним лично, но пешком он не ходил никогда. С густок энергии, который до самых последних дней посвящал себя истории, посвящал себя детям, посвящал себя учительству. Василий Петрович был не только отличным педагогом и общественником, но и любящим отцом и дедом. Вспоминаю его как замечательного человека, требовательного, справедливого, интеллигентного джентльмена. Очень его любила. До конца его жизни обращалась к нему на «вы», и он останется в моем сердце самым близким для меня человеком. За участие в войне Василий Самойлов был награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени. Сердце ветерана перестало биться 2 января 2018 года на 93-м году жизни. Выставка, посвященная памяти выдающегося жителя Ниньского округа, будет открыта до 30 мая.